Продолжение следует... И да, в первую очередь я говорю, конечно, про то, что Реджи Физами, президент Nintendo of America, объявил о том, что он, собственно, покидает свой пост в апреле месяце. И вроде бы ничего в этом такого нету. Американский офис, нас он никаким образом не касается. Но Реджи это же человек-мем. И вообще знаковая личность для любого, кто, например, смотрел конференции с Е3 уже с того момента, когда их начали показывать у нас. Вообще, сама по себе ситуация. Реджи начал работать на Nintendo в 2002 году. То есть, получается, что он работает в Nintendo уже в 16-й год. Как бы это достаточно много. Поэтому не мудрено, что он занимает такой высокий пост. Но, опять, почему он стал знаком всем? Ну, во-первых, со своего самого первого выступления на Е3, которое сейчас ходит в качестве мемов по сети. Где он выходит, представляется, говорит, меня зовут Реджи, я буду там надирать задницы, называть виновных. И главное, мы будем делать игры. Собственно, вот этот вот большой квадратный саманский дядька сразу же заявил о себе, что он именно такой, каким он выглядит на первый взгляд. Но на деле все оказалось, естественно, совершенно не так. Это прикольно. То есть, да, Реджи один из тех людей, который запомнился тем, что он много кривлялся, что он очень к себе относится с юмором и, может быть, несерьезным, и это классно. Учитывая, что у нас, ну, даже на конференциях Е3, новые главы корпорации, все, кто приходят на место предыдущих, как правило, это все более и более скучные и более деловые, скажем так, люди. У Нинтендо подход всегда был другой, начиная с Сатуры Иваты, который, собственно, вот с того самого момента, когда он показывал свою визитку, на моей визитке написано, что я президент компании, но самое главное это то, что в душе я геймер. И то же самое касается, все говорят о том, что да, мы же в индустрии, мы геймеры. Я прекрасно понимаю, что да, это как бы, ну, расположить к себе публику, но именно вот у Иваты, именно у Реджи, это люди, которые ты вот и смотришь на их действия, и ты веришь действительно в то, что они по-настоящему любили то, что делали. И немного обидно, конечно, что Реджи уходит, но надо понимать, все-таки мужчине 57 лет, то есть он реально уже такого предпенсионного возраста, хотя, скажу честно, по нему этого не скажешь. И не мудрено, конечно, да, что нужно уступать, там, давать дорогу молодым и все такое, но честно, мне как большому поклоннику Нинтендо будет очень не хватать тех самых презентаций, конференций с участием Реджи, именно потому что для меня лично Реджи стал лицом Нинтендо на Е3. И это человек, с которым я, да и я думаю многие другие, именно ассоциируют Нинтендо на Е3, потому что Е3 все-таки это американская выставка. Теперь его место займет человек, которого зовут Дуг Баузер, это забавно, и на эту тему пошутил и сам Реджи, и сам, в общем-то, Дуг вроде как относится с юмором к этой ситуации. Это человек, который пришел в Нинтендо 4 года назад из-за сюрприз Electronic Arts, и вот интересный вопрос, хватит ли ему харизмы, чтобы поддерживать все это? Вообще, сама по себе ситуация, которая сложилась, мне, она немножко навевает тоску, потому что, ну, действительно, люди, которые, вот они, сейчас будет очень глупо звучать, мне реально, вот как они, как роззвезды, которые, такой прям, ааа, да, каждое их выступление, это было прям очень круто. И они вот уходят, уходят на пенсию, что, как бы, нормально, у меня никаких претензий к этому нету, и наоборот, хорошо, люди, наконец-то, смогут больше времени проводить с семьей, с близкими, с друзьями, потому что, ну, все-таки, работа президента компании, это, как бы, наверное, глупо не звучало-то быть там на связи 24 на 7, и не очень круто, то есть отдыхать тоже нужно. Поэтому никаких вопросов, но, конечно, как, скажем так, как фанат, как Марио в бой, мне очень будет не хватать Реджи на конференциях. Вообще, к сожалению, немножко печалит та ситуация, что после того, как не стало Сатуро Ивата, который сделал Нинтендо такой максимально открытый, публичный, ну, не то, что публичный, вот именно, повёрнутый к пользователю компании в плане медиа, Очень хотелось бы и дальше видеть это, но нынешнее новое руководство, которое, я понимаю, что вот Сюнтара Фуракава, новый президент Нинтендо, он пока ещё, ну, только вступил в свои права, и сложно сказать, как он будет вступать. Пока он решает, я так понимаю, больше организационных вопросов, посмотрим, вот как он поведёт себя на Е3. И самая большая проблема в том, что на этой Е3 у нас будет, собственно, новый президент Нинтендо, новый президент Нинтендофф Америка, и как вот они, вот этот абсолютно новый дуэт, будет себя чувствовать, будет себя преподносить, будет ли это так же классно, как старые презентации, которые мы смотрели, все вот эти директы, собственно, Е3шные, которые мы смотрели, пока непонятно. Но хочется надеяться, что там всё будет классно. Ну, а в плане бизнеса у Нинтендо и так всё очень-очень неплохо, так что пока расстраиваться не о чем. Но всё равно, мне немножко обидно, потому что действительно, скажем так, ушла эпоха, реально. Но за одной эпохой приходит следующее, и не факт, что оно будет хуже, хочется надеяться, что оно будет лучше, и, как говорится, поживём до увидим. Так или иначе. И я понимаю, что это такие слова в пустоту, но всё же хотелось бы пожелать Раджи Физме всего самого наилучшего, и сказать ему огромную благодарность за всё, что он делал. Главное только не драматизировать, в конце концов, человек не умер, человек просто уходит на пенсию, будет отдыхать, и это хорошо. Нужно просто порадоваться за этого человека, ну а с новым руководством будем знакомиться уже летом. Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Как вам вообще от этой информации? Поделитесь со мной своим мнением в комментариях, давайте пообщаемся на эту тему. Ну и до встречи в следующих роликах. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok